Всех приветствую, товарищи! Возвращаюсь домой из своей поездки. И сегодня мы с вами произведем замер, соответственно, расхода автомобиля в трассовом режиме. Вот сейчас я еду на заправку, заправимся до полного бака и сбросим, соответственно, одометр. И посмотрим же, какой у нас получится расход, преимущественно в трассовом режиме. Итак, заправка, 95-й G-Drive и поехали. Вот, друзья, все, полный бак. Сейчас подъедем куда-нибудь в удобное место, чтобы не задерживать, значит, товарищей водителей остальных. И сейчас с вами сбросим одометр. Одометр. Все, это у нас вот точка отсчета. Сейчас стартуем с вами. Стартуем. И вперед! Сейчас буду буратино пить. Купил буратино, вкус детства. Следующая точка у меня Егорьевск. В общем, там последние дела этой поездки, которые мне надо сделать. И, короче, потом прямиком домой. Кстати говоря, вот 120, 120, 130 машина вообще идет легко. 140 здесь максималка. Она может разогнаться, естественно, и до этой скорости. Но делать этого не стоит. Потому что максималка это максималка. А вот 120, 130, 110. Абсолютно нормальная для этой машины скорость. И в салоне не шумно. Кстати говоря, коробка, я смотрю, тоже прикаталась. И уже пятая передача тоже стала такой тихой достаточно. Вот я еду, сейчас слышим шум ветра, а трансмиссию мы не слышим на такой вот скорости. В общем-то приятное впечатление машина оставляет. И вот, еще раз повторюсь, надо складывать о ней свои впечатления именно после обкатки. То есть она вот именно после первых тысяч километров только начинает раскрываться. И, как говорят опытные Нивоводы, до 30 тысяч она будет становиться лучше и лучше. Вот такие дела. А мне надо поворачивать. А мне надо поворачивать. Егорьевск. Прямо по курсу. Вот туда едем. Давайте обгоны еще вам немножко буду демонстрировать. Вот, допустим, фуры, как всегда. Идут сплошняком тут везде. И нам надо, соответственно, обогнать, совершить обгон. А вот все, ребят, вот здесь сейчас поедем. Смотрите. Вот. Вот на четвертые. Так это происходит. Ну и там еще фуры. И так далее, короче. О, красота. Вот видите, раньше какая архитектура была. А, так это училище электромеханическое. Или нет? Ну, было так написано. Такое интересное. А вот тоже старые дома. Смотрите, какие. Любопытно. Ух ты, смотрите, как я люблю. Вот такие улочки. Супер. Егорец такой тоже интересный. Да, смотрите-ка. И все аккуратненько сделано. Дороги. Здесь центр-то облагорожен. Вот. Старые фонари висят. Хорошие дороги сделаны. Слушайте, мне нравится. Красиво. Такие, смотрите, постройки. Хорошо, когда старый город сохраняется. Это история, во-первых. Во-вторых, это красиво. Так вот, нам он показывал, что надо поворачивать. Но я не думаю, что нам надо поворачивать. Я думаю, что нам надо сейчас посмотреть. Смотреть, куда двигаться дальше. Вот тут какая-то такая вот, не знаю, тут площадка с качелями. Площадь. Так, 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 какой-то мемориал. Сейчас надо припарковаться и определиться с нашим местоположением. Понять пока я не могу, где мы находимся. Так, вот тут вот остановлюсь пока временно. Вроде можно останавливаться. И надо... Надо сориентироваться на местности. Так. Короче, не совсем я туда уехал. Надо сейчас разворачиваться и ехать обратно. Ну и в принципе, это и неплохо, потому что хоть город посмотрел. А то я как-то все и не мог сюда заехать. Так, но для начала заеду-ка я в пятерочку все-таки. Тут я вот ее увидел как раз. Давайте-ка это сделаем. Так, купил. Такой ржаной хлеб. Чесночный какой-то. И кисель черничный. Сейчас немножко перекушу. Поеду дальше. Слушайте, хороший городочек такой. Мне понравился. Игуриевск. Аккуратный. Чистый. Все, приехал. Между делом вот булочку. Грызок, кстати, вкусная штука. Чесночком так сдобрено, он хорошо. Хлебушек. Интересный. Сейчас еще все дам. Кисельком запить. И будет вообще шикарно. Так. Где бы тут припарковаться. Сейчас надо. Придумать. Надо мне документики отдать и передать будет. Человек подойдет. И в принципе-то и все. Немножко пообщаться. И поеду. Кстати, туалеты я тут смотрю. На парковке для грузовиков есть. Видите, сервис какой. Там вот бревнышки лежат. И наши в том числе. Сервис. Видите? Такой вот туалет. На стоянке. Гребинка есть. Конечно, не идеальная чистота. Но вода есть. Умыться можно. Нужду справить можно. И достаточно. О, видите? А вон я машину оставил. А здесь интересно что. А тут закрыто. Тут может душ. Так. Вот машина. Сейчас жду. Короче, должны мне документы, договор подписать. Поехать. И все. И поеду. Сейчас как раз кисель допил. Я посмотрю что-нибудь. Поехать. Фу. Хорошо. Погодка сегодня хорошая. Все. Отправляюсь я, друзья, в обратный путь. Шестьсот сорок шесть километров предстоит мне преодолеть. А ездить я люблю. Вот. Поэтому пожелайте мне приятной поездки. Ну и про расход не забываем. То есть как будет подходить стрелка к нулю. Мы с вами заправимся. И подсчитаем, что же получилось. Впереди Орехово-Зуево. А у нас тут ситуация, которая требует, короче, решительных действий. У нас надо произвести обгон. Что мы с вами и будем делать. Вот смотрите. Обгоняем. Уверенно. Уверенно обгоняем. Вот так. На четвертой передаче. Видали? Кия едет. Впереди. Но мы ее тоже обгоним. Потому что она как-то не быстро едет. Не хочет она быстро ехать. Так. Впереди знак. Не успели немножко. Но ничего. И опять все сосны. Вот видите, вдоль дороги растут. Летом в этот бор зайти погулять. Замечательно было бы. Грибы, наверное, растут. Так. Ну, что там будет? Прирыз-то это у нас или нет? Почему тут обгон запрещен? Почему-то сплошная. А, вон прирыз-то. Вижу. Во, все. Отлично. Сейчас мы его сделаем. Сейчас, смотрите. Вот здесь вот прямо так. Раз. О, видите? Вот так вот. Делается это легко и непринужденно. И на пятую переходим. И спокойно вот продолжаем свой путь. Ну, все. На родную М8 вырулил давно уже. В принципе, да. Вот. Сейчас еду. И при первой же возможности буду ужинать. Наверное, скорее всего, что тоже в магазине что-то куплю такое. Перекусить чисто. Скорость. Обороты. Тут магистраль, поэтому двигаюсь с разрешенной скоростью. Не нарушаю. Короче, с момента заправки 287 километров прошло. И указатель топлива вот где. Единственное здесь пояснение будет. По указателю. То, что он как бы неравномерно. То есть, вот середина, допустим, 0,5. Это не полбака на самом деле. Это где-то, наверное, треть бака остается. Примерно как-то так. По моим личным ощущениям, наблюдениям. Вот, в общем-то, видите, вот. Двигаемся. Бодренько. Вперед к ужину. В 0,50 должен приехать домой, если принимать в расчет показания навигатора. Но он обычно показывает более-менее достоверно. Так, наверное, примерно и будет. Усталости нет. Вот именно от вождения автомобиля. И, собственно, зад я тоже не отсидел. Тоже все нормально. Поясничный упор, конечно, большое дело, когда есть. Спина не устает. Тут еще регулируешь его как хочешь. С барашком регулируется. Очень хорошо. Вот так. Ну, пока, в общем-то, ничего сказать мне нечего, кроме этого. Едем и едем. Блин, вот эти щетки автопрофи. Вообще суперские. Очень доволен. Вот не прогадал с ними. Очень хорошо чистят стекло. И не скрипят. Надо запомнить. Приехал в Ростов, наконец-то. Дождь вообще сильный поливают. Вот. Сейчас магнит пойду, что-нибудь куплю, пожелать. Время половина восьмого. Ну, пока не устал еще. Нормально все. Так, расчетное время все так же. 0,54. Мой город приезда. Осталось 380, короче, километров. Так, все. Сейчас пойду. Пойду я сейчас, короче. Закупаться. Решил я по голоду ударить не молоком и салатами. Вот этот вот эспаржи и хуншота. Пойду на кассу теперь пробивать это все хозяйство. И все. И буду есть. Магазин большой здесь. Выбор хороший. Так. Ух, какой ливень идет. Какой ливень на улице. Фух. Все, сейчас поесть. Поесть и дальше ехать. Проголодался. Вилочки у меня тут вот. Одноразовые. Так. Пух. Что-нибудь включить, посмотреть пока. Короче, фунчоза мне понравилась. Вкусно. Сейчас еще буду этот эспаржу уничтожать. Ну и вот смотрю. Новости. Параллельно. Включил. Вот так. Ну все, пожелайте мне, короче, дальнейшего приятного аппетита. Поем и поеду. Нидры там что-то воедет. Покажем, что действием полицейского шовина нет оправдания. Итак, товарищи. 520 километров я проехал, а топлива осталось еще вон сколько. Я думаю, что я сейчас залью, потому что сейчас прямо по курсу заправка «Газпромнефть», а до следующей «Газпромнефть» будет не дотянуть. Вот, чтобы на другой заправке не заправляться, я заправлюсь сейчас. В принципе, и так уже все будет понятно. Да и уже все понятно, с учетом того, что бак здесь 56 литров. Примерно. То есть, вот вам, пожалуйста, расход. Сейчас мы точные цифры узнаем. Ну вот, сюда вот. Сейчас залью. Чуть мусор выбросить будет. Так, ну ладно, сейчас залью, все вам покажу. Заправил. Взял американо. 200 миллилитров кофе. Взбодриться. И, ребята, смотрим. Вот полный бак у нас заправлен. 46 литров. 523 километра пройдено. Значит, вот по чеку вам отчитываюсь. Вот. Вот это вот, значит, строчка. 46 литров. Ну что? Произведем калькуляции. Вот теперь. Вот. Включим мы с вами калькулятор. И смотрите. Значит, 46 литров делим на 523 и 4. Равно и умножить на 100. Вот, друзья, 8,79. Ну, 8,8 литра, короче, расход, как и написано в инструкции. Вот так. Ну что? Экономичная машина получается. Экономичная. Вот вам. Пожалуйста. Это вот правда. Для кого-то горькая, для кого-то радостная, для меня лично радостная. Вы видели, как я быстро ехал? С какой скоростью? И какие были обороты? Вот вы, да, говорили там некоторые, что вот мотор крутится, значит, до 4 тысяч, там, 120 едешь, почти 4 тысяч, и расход будет дикий. Ну вот и где он дикий? По городам. Вот, пожалуйста, с вами проехали. Вот такие вот дела. Так что, блин, хотел вам машину показать. Там сзади уже стоят в очереди. Задерживаю, я понимаю, задерживаю, да, людей. Здесь вот, вот, кофе внизу не разлить, самое-то главное. Сейчас я вам покажу, как машина выглядит. Где я здесь? Вот он сейчас под фонарь встану. О, вот тут вот. Сейчас. Смотрите. О, смотрите. Все, все в снегу, я не знаю, он вся белая, вот, все в наледи. Да нет, просто снег. О. Вот такой снег идет, товарищи. Еще посмотрим, кстати говоря, ну, не знаю, завтра, наверное, в каком состоянии будет подкапотное пространство у нас, потому что уплотнителя-то ведь тут тоже нет. Но, как говорят, здесь он не нужен, потому что такая аэродинамика, что туда не задувает практически. Ну, вот и проверим. Заодно. Вот и проверим. с вами миф, это или правда, а я, слушайте, кофе попил. Сейчас встанем, все-таки тут по-человечески. Сюда вот, вот так вот. Во, и все. Значит, до дома 250 километров, приеду в час 28, но вот со всеми тут моими остановками немножко я подзадержался. ну что, фух, пробуем кофей. Неизменно, превосходно. Кофе, заправка, конечно, хорошая. Он не дешевый, но вкусный. Так, где-то тут где-то тут должна урна быть. Вот она. Вот видите, вот столики. Летом я вот люблю за столиком кофе пить или еще-нибудь перекусывать. О, все. Отлично. Классные фонари. Смотрите. Классно все это выглядит так. Слушайте, на улице совсем неуютно. Давайте-ка поедем. Все, кофе я попил. Получил заряд бодрости на оставшийся путь и готов, друзья, стартовать. Так что, машинка экономичная. Ну что, теперь будет включение, наверное, уже тогда, когда я приеду домой. Не буду больше вас утомлять. Приеду, скажу вам всего хорошего и лягу спать. Ну вот, я и вернулся домой. Даже получилось пораньше, потому что ехал достаточно быстро. То есть, в час 0,2 теперь показывает навигатор. А сейчас ровно час. Ну, как раз, да, так и есть. Ну, что сказать, 800 с лишним километров я сегодня за день не отмахал. Давайте подведем итоги. 6 105 километров у нас на одометре. Машина показала очередной раз себя просто прекрасно. То есть, в очередной свой выбор я сделал осознанно и не прогадал. Вот. За этот пробег ничего с машиной не произошло. Вообще ничего. То есть, плановое нулевое ТО было. Неисправности никаких выявлено, на котором не было. Ну, вот и все. Ездим дальше и радуемся. Значит, свои слова по поводу того, что эта машина не подходит для трассы я беру назад. После обкатки она начинает ехать. а все вот эти вот критиканы, которые не имея автомобиля и вообще не представляя что этот автомобиль может вот, то есть, сборщики мифов разных идут лесом. А теперь бонусом. Давайте-ка мы с вами знаете, что сделаем. Возьмем и заглянем под капот и посмотрим, а не задувала ли туда грязь. Я сейчас возьму фонарик, включу фонарик, который в телефоне у меня есть. Так. И, короче, открываем капот и смотрим. так. Ну что, друзья, смотрите сами. Грязи нет вообще. Не задувает сюда грязь. И двигатель чистый, бочки чистые. вот приехал только что. Чуть-чуть вот есть через радиатор, видимо, проникало. Двигатель работает ровно, двигатель чистый. Все отлично, друзья. Вот так. ну, вот вам пожалуйста. Отличный автомобиль. Ну что, а на этом я вам говорю, товарищи, до свидания, до новых встреч на канале, всем пока и до новых сюжетов. будем смотреть соответственно автомобиль снизу, посмотрим все вот агрегаты на предмет запотевания масла. Ну и вообще состояние днища оценим по прошествии от 6 тысяч. Ну и масло посмотрим тоже в моторе, что там изменилось. Изменилось ли. Все. пока поеду я ближе к дому.